Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чея, и с вами я, Олеся Стародуб. Наступила весна, пришло время приводить свое тело в порядок, есть полезную еду. И сегодня я поделюсь рецептом полезного смузи. Смузи будет состоять из авокадо, банана и малины. Малина у меня размороженная, ну, точнее, она была замороженная, и я думаю, что здесь еще немножко льда осталось. Так наш смузи станет еще более вкусным, холодным, настоящим смузи, освежающим. Можно, конечно, приготовить и свежей малины, можно вместо малины добавить клубнику или какие-нибудь другие ягоды. Основа все-таки банан и авокадо. Я думаю, что я буду использовать для смузи только половинку авокадо и, наверное, чуть больше половины банана. Здесь вы можете, конечно, регулировать количество авокадо по собственному вкусу. Это довольно питательный, такой довольно жирный, насыщенный фрукт, которого я добавлю сегодня только половинку. Я выбрала очень спелый фрукт. Посмотрите, очень легко отделяется. Я сейчас воспользуюсь ложкой. Возьму маленькую ложечку и буду отправлять прямо сюда, в малину, мякоть авокадо. Посмотрите, насколько спелый авокадо у меня попался. Если вдруг вы покупаете не очень спелый, недозрелый авокадо, вы просто выкладываете его дома на стол, на подоконник, на батарею. Не важно. И буквально через день-два можно будет вот таким же образом доставать мякоть. Таким образом можно приготовить не только смузи, можно приготовить огромное количество соусов, которые очень здорово намазывать на тосты. Можно добавлять хрустящие, румяные тосты, добавлять оливковое масло, томаты, можно добавлять шпинат, базилик. Огромное количество рецептов в интернете вы можете найти с этим фруктом. Сейчас я пока отложу в сторонку вторую половину. С ней я приготовлю завтра следующий смузи. А сегодня я вот использую банан. Ну, желательно, естественно, также использовать спелый банан. Чтобы легко можно было измельчить, превратить в пюре все ингредиенты, в том числе и банан. Все-таки отправлю весь. Думаю, что много не будет. Далее, добавляю небольшое количество меда. Можно заменить сахаром. Если, например, у вас нет ягод и при этом есть малиновое варенье, вы можете не добавлять сахар, не добавлять никаких ягод, а добавить просто побольше сладкого варенья, малинового, клубничного. И добавлю небольшое количество молока. Ну, молоко поможет нам, на самом деле, превратить все это в однородную такую гладкую консистенцию. Добавляю немножко совсем. Можно все это смешивать в стакане блендера. И аккуратно пробиваем. Итак, смузи готов. Сейчас мы все это аккуратно переложим в креманку. Можно подавать в стакане. У меня смузи не настолько жидкий, чтобы его пить можно было, поэтому выкладываю в креманочку и буду подавать с ложкой. Очень нежная консистенция получилась. Такой легкий крем. Такого приятного цвета. Можно украсить, можно оставить вот так. Я не знаю, мне кажется, что оно и так великолепно выглядит. Ничего не буду добавлять, просто подам к столу. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова